Первый в этом году государственный технический осмотр сельскохозяйственной техники прошел сразу в трех хозяйствах – эко-овощи, аграрии и рамене. Все они занимаются выращиванием овощей. Инженерная служба этих компаний основательно подготовилась к техосмотру. Были закуплены запчасти, лакокрасочные материалы, обновлены аптечки и огнетушители. Вся техника в хозяйствах не новая, большую часть составляют белорусские МТЗ. Есть и иномарки – два американских трактора «Джон Дир», два маломощных немецких «Фэнд», один итальянский «Ландини». В неплохом состоянии находится российский колесный трактор К-700. Всего на осмотр было выставлено 20 единиц из 32, остальные находятся в ремонте. По словам главного механика Сергея Шитикова, обслуживать технику с каждым годом становится все труднее. Запчасти и расходные материалы дорожают, а новые тракторы практически недоступны. Приходится латать старую. Техника довольно-таки уже не новая, но механизаторы и руководство предприятий старались, готовились. Есть недочеты, но очень мелкие. Очень мелкие. В процессе проведения технического осмотра много будет устранено, и результаты будут положительные. В целом техосмотр прошел без серьезных замечаний. Мелкие проблемы механизаторы устранили прямо на месте. Заместитель заведующего отделом номер один гостехнодзора Московской области Алексей Дорофеев при осмотре обращал особое внимание на состояние тормозной и рулевой системы, отсутствие масляных подтеков, исправность агрегатов, электрики, наличие аптечек и огнетушителей, а также водительских удостоверений. В хозяйствах работают в основном местные жители, так что проблем с документами не было. При техосмотре проверяем наличие документов, должно быть свидетельство о регистрации машины, удостоверение тракториста-машиниста, поле СОСАГО для машин, скорость которых свыше 20 км в час. Далее производим сверку учетных данных, сверяем номера агрегатов с данными, представленными в документах. Ну и в дальнейшем проверяем техническое состояние непосредственно самих машин. Иностранные механизаторы должны в обязательном порядке получить удостоверение тракториста-машиниста Российской Федерации. Иностранные удостоверения не подходят для того, чтобы работать на наших полях, на наших машинах. На сегодняшний день в Дмитровском районе работают 13 крупных агропредприятий, в которых зарегистрированы 473 единицы сельхозтехники, а также 60 единиц в четырех крестьянско-фермерских хозяйствах. Государственный технический осмотр продлится в районе до конца апреля.